Нашу равнинную реку специалисты относят к категории паводкоопасных, но так Припять не выглядела уже давно. Глядя на то, как вода подбирается к ситне, понятно, высокое половодье нас не менет. Поэтому у Мозрщина готовятся во всеоружии встретить большую воду. Из противопаводка в арсенала вчера задействовали ледокол «Сибирь». Было совещание зампреда из полкома нашего, и было принято решение, что для оценки ситуации, которая складывается на Припяти в районе населенного пункта Барбаров, необходимо отправить ледокол, осмотреться с воды, оценить возможность устранения этого затора с помощью ледокола или принять решение о том, каким образом другим можно будет убрать этот затор. Поэтому сегодня мы подготовили ледокол, он у нас был готов, но запустили, и вот повторно пытаемся сейчас выйти из затона и выйти на свободную реку, чтобы пройти до Барбарова. Ледокол уже прошел до Барбарова. Там сейчас образовались заторы. Хотя выполняет «Сибирь» в этом году преимущественно разведывательную функцию. Изучить проблемные места, подобраться к ним можно только так. А начальник порта Владимир Зайцев вспоминает, как мозорский ледокол спас сотни подворий и даже жизни. Очень большую работу ледокол выполнил, знаете, на моей памяти единственный раз в 1998 году, когда он прошел от Мозыря до Турова и спасал там населенные пункты, когда лед шел на деревни, сметал там постройки, заборы, фермы. Вот тогда там ледокол работал около двух недель в Житковическом районе и, так скажем, спасал людей. Речник с более чем 30-летним стажем Владимир Николаевич говорит, большая вода хоть и есть, но до паводка 1998-го она не дотянет. И даже несмотря на погоду. Я считаю, что ситуация не критическая. В принципе, даже, будем говорить, стандартная ситуация, ну, воды немного больше, чем в прошлом году, чем в позапрошлом году. Но были годы, когда вода у нас выходила на стенку причальную, а сейчас пока еще, наверное, где-то около двух метров до этого уровня. Поэтому я не вижу ничего такого страшного в этом. Ну, вода, да, ну, залила пойму, ничего страшного. Тем не менее, для всевозможных спасательных работ в районе уже готов арсенал водной и воздушной техники, запасы медикаментов и строительных материалов. При необходимости с ледяными заторами будут бороться и взрывотехники. Светлана Грутько, Владимир Машковский, Телеканал Мозырь.